Я на правах ведущего предоставляю слово с докладом на тему родительский буллинг как социодинамический фактор интерактивного виктимогенеза личности. Тот, кто не знает, что такое виктимогенез, виктимогенез – это механизм выращивания виктимности, механизм, который начинает работать тогда, когда нарушается механизм нормативного адаптивного развития личности. В выступе социальный психолог Виктимолов, кандидат социологических наук, главный научный сотрудник и вице-президент нашей лаборатории, заместитель главного редактора нашего журнала, доцент кафедры социальной психологии и виктимологии Новосибирского государственного педагогического университета Юлия Евгеньевна Руденская. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Евгенович, спасибо за такое серьёзное представление. Постараюсь достаточно кратко, но принципиально обозначить эту тему, которую я выбрала сегодня для доклада, и, как я делаю, нужно сказать, сегодня я буду говорить про родительский буллинг. Я думаю, что все слышали слово буллинг, и чаще всего мы его с вами ассоциируем с проблемами, связанными со школой, международные отношения на одноклассниках, школьник-учитель. Появилось слово модель, который раскрывает взаимоотношения коллег на работе. Но почему-то внимание учёных входит от такого нюанса, что и между ребёнком и родителем, внутри системы семьи, мы тоже наблюдаем такие явления, как буллинг. И вот моя задача сегодня — презентовать вам это явление. Что мы должны с вами понимать? Что социальные изменения, те трансформации, которые закладывают общество, то, что сегодня мы называем социодинамикой, влиять не только на то, что меняется социум, меняются правила игры, меняются какие-то крупные социальные системы, все эти изменения так или иначе накладывают высокие требования к качеству личности. И когда человек не готов справляться с этими проблемами, когда вот та же ситуация с пандемией есть, то есть вещи, которые мы не можем с вами предсказать, мы не могли с вами год назад вообще представить, что весь мир будет находиться в таком варианте, да, режиме дистанционного существования, что будет стоять по поводу жизни и смерти, поэтому, естественно, наша психика находится в ситуации такого, ну, где-то порой тотального стресса. Даже сегодня есть такое мнение, что стресс — это не специя нашей жизни, это уже основное блюдо. То есть мы с вами должны понимать, что сегодня мы живём в особо социодинамических условиях. Так вот, меняются не только крупные системы, но и меняются люди как социальные акторы, и меняется понимание роли, то есть как я должен исполнять ту или иную социальную роль. Так вот, поколение современных родителей находится вот в очень интересном таком транзитивном состоянии. С одной стороны, это люди, которые живут вот с чёткой установкой, что я не буду воспитывать своих детей так, как воспитывали меня, да, то есть есть чёткое понимание, что так нельзя. Но при этом нет понимания, а как надо, и это порождает очень опасный феномен. И что такое родительское взаимоотношение, международные отношения родителей и ребёнок? Мы их можем свести к двум важным факторам — это забота и власть. Вот власть — это как раз тот нюанс родительских взаимоотношений, который современный родитель просто порой боится, да, он не понимает, что с этим делать. И вот давление социодинамики приводит к тому, что родители мечутся, да, экспериментируют, пытаются что-то читать, порой пытаются экспериментировать, но мы должны понимать, что ребёнок — это полноценный субъект. И все вот эти педагогические эксперименты, они порой очень дорого стоят для качества личности, очень больно бьют, сегодня мы говорим про травмы, да, про детские шрамы, сегодня подобная литература очень-очень воспринимает. Так что мы с вами должны понимать? Что вот эти социодинамические изменения приводят к различным патологиям международных отношений, которые происходят в семье. То есть родители дезориентированы, не понимающие, как действовать, мечутся между заботой и властью. И если очень много заботы, мы находим комфортного родителя, который в рамках системы семьи ребёнка ставит на пьедестал, которая всю свою жизнь кладёт на алтарь жизни ребёнка. А есть второй более опасный момент, когда родитель слишком злоупотребляет властью. И в деструктивном варианте подобных отношений мы с вами находим такое явление, как родительский буллинг. Что такое родительский буллинг? Вот для нас в рамках социально-психологической виктимологии, а именно виктимологии семьи, мы понимаем под родительским буллингом дисфункциональную систему интеракций. Когда родитель систематически, психологически или физически подвергает ребёнка травмам. И это состояние приводит к тому, что ребёнок переживает вот это беспомощное страдание. Для того, чтобы мы с вами как бы говорили предметно, у буллинга есть три главные черты. Я сейчас вам покажу, что эти три черты великолепно прослеживаются в личностных отношениях между родителем-виктимайзером, который выступает в качестве буллера по отношению к ребёнку. Первая черта из насильных моих трёх — это неравенство сил. Мы с вами должны понимать, что семья — это межличностная система. Это не отдельно родитель, не отдельно ребёнок. Это родители, дети. Порой подключается расширенный вариант семьи бабушки, дедушки — это все люди, которые находятся в межличностных взаимодействиях. Так вот, по отношению к этим людям ребёнок занимает очень уязвимую позицию. Ведь если ребёнка буллет в школе, у ребёнка хотя бы есть шанс пожаловаться и поменять школу. Но если родитель-виктимайзер компенсирует собственную некомпетентность, компенсирует собственные проблемы на ребёнке, то ребёнка ничего не остаётся, кроме как терпеть и ждать. Просто ждать, верить, что, наверное, все так живут, все так страдают. Это вот есть понятие нормы. Второй момент — это повторяемость насилия. Я ещё раз говорю о том, что если мы сравним с типичным, мы более рассмотрены сегодня в науке феноменом, как школьное насилие, дети могут хотя бы не посещать школу, пытаться сбегать с улоков, каким-то образом пытаться избегать своего боли. Когда мы говорим про семью, ребёнок как или иначе должен возвращаться, потому что ему надо есть, ему нужно где-то жить. Да, есть крайние варианты, когда дети идут в вариант прояжничества, но, опять же, не каждый ребёнок к этому готов, потому что просто страшно. Потому что мы должны понимать, что тот родитель, который выбирает стратегию взаимодействия с ребёнком буллинга, это родитель, который сам является жертвой, это сам родитель в их теме. И заведомо он уже заложил внутри своего ребёнка комплекс пустот, комплекс дефицитов, которые порождают его уязвимость. И третий признак буллинга, который мы также наблюдаем во взаимодействии между ребёнком и родителем, это острая эмоциональная реакция жертвы. К сожалению, ребёнок в силу того, что он находится в тупиковой ситуации, самый близкий человек, человек, который должен обеспечить для него заботу, поддержку, человек, который постоянно на него выливает какие-то агрессивные эмоции, это человек, который может подкалывать, это человек, который может просто даже в самых тяжёлых формах применять насилие, а в самых тяжёлых вариантах это могут быть и варианты сексуального насилия. Поэтому у ребёнка ничего не остаётся, как беспомощно страдать и видеть, что когда-то эта ситуация закончится. По аналогии с вариантами буллинга, когда мы знаем, что есть типология принятая, уже типология буллинга, точно так же родительский буллинг принимает разные виды. Наиболее такой, знаете, нейтральный вариант, который родитель может относительно безопасно использовать, и чтобы вы понимали, родитель-буллер – это не всегда такой образ разъярённого родителя с времён, который преследует ребёнка, он обижает, испевает и так далее. Нет, есть ещё чёрённые варианты. И вот первый тип – это поведенческий буллинг, который представлен как раз издёвками, насмешками. Очень такая популярная форма вариантов буллинга в семье – это когда ребёнок подвергается такому как бы астаркизму или бойкотам, когда в силу каких-то его действий один из родителей объявляет бойкот, и все члены семьи, которые боятся. Та же ситуация, которая происходит в буллинге в школе, когда просто свидетели этого буллинга боятся вступиться, потому что боятся получить вот эту агрессию на себя. И порой бывает так, что год или два родители не общаются с детьми, ну просто элементарно как бы выполняют какие-то там, не знаю, кормят, да, дают деньги на одежду, но при этом идёт мощнейшее психологическое давление. Поймите, между ребёнком и родителем всегда должен быть психологический контакт. Вот именно за счёт этого контакта, за счёт вот этого интерактивного пространства ребёнок развивается. Когда родитель отсекает вот этот контакт, когда он относится к ребёнку как к несуществующему, как к прозрачному, как к какому-то фоновому элементу, то, конечно, мы должны понимать, что это всё усиливает состояние беспомощности у ребёнка, это всё подрывает его самооценку, это всё то, что создаёт, вот закладывает деструктивные основы для того, чтобы формировались те или иные социально-личностные дефициты. Вторая форма буллинга, которая родительского буллинга, которая тоже достаточно сегодня рассмотрена в литературе, это физическое насилие. Здесь мы должны понимать, что очень долго в российской культуре существовала такая уверенность, что если ребёнка наказывать с помощью физической силы, то можно каким-то образом до ребёнка достучаться. Я надеюсь, что все, кто сегодня присутствует на нашей секции, понимают, что физическое насилие – очень такая слабая, сомнительная воспитательная стратегия, она не вызывает у ребёнка желание быть послушным, культурным, она вызывает только желание избежать боли. Поэтому любое физическое насилие так или иначе связано вновь с унижением, вновь с страданием, потому что, поймите, там даже нет возможности ребёнку противостоять родителю, особенно когда мы говорим про то, что родители сбивают пятилетнего ребёнка или вообще младенца. Поэтому здесь мы с вами должны понимать, что диспропорция сил усиливает патовое состояние. Но, может быть, к счастью, родители булли понимают о том, что физическое насилие можно заметить. Вы знаете, да, что школа обязана реагировать на синяки детей, на какие-то ссадины, поэтому всё чаще и чаще мы будем наблюдать вот такие изощрённые варианты, как поведенческий, да, и третья форма – это вербальный буллинг. Что такое вербальный буллинг? Вербальный буллинг связан с тем, что родитель может использовать какие-то обидные прозвища, да, там называть каким-то пухляшом. Причём я понимаю, что у аудитории может возникнуть вопрос, а где граница между вот таким добрым, шутливым отношением, да, родителя и всё-таки буллингом. Вот понимаете, буллинг связан с тем, что родители компенсируют взаимодействие с ребёнком, он пытается вызвать у ребёнка негативные эмоции, и, видя эту эмоцию, эту эмоцию его не останавливают. Нормальный родитель, родитель, которого мы с вами рассмотрим как субъект, полноценного участника интерактивного пространства, увидев замешательство ребёнка, его это установит. Потому что есть вот этот эмоциональный контакт и дискомфорт ребёнка для родителей является понятным таким маркером по поводу того, что так себя вести нельзя. При этом могут быть более жёсткие варианты в вербальном буллинге, да, затругивания ребёнка, по поводу того, что я тебе отдам в детский дом, по поводу того, что я всем расскажу, какой ты, вплоть до коммуникативного садизма. Год назад я выступала по поводу коммуникативного садизма на одной из конференций в Новосибирске. Кому интересно, у нас вот на сайте лаборатории выложено видео, поэтому здесь я не буду подробно на этом останавливаться. И последняя, четвёртая форма, которую я вам рассказываю, это форма кибербуллинга. Как бы это ни казалось удивительно, обычно кибербуллинг ассоциируют именно с буллингом между подростками, потому что интернет — это сфера жизни подрастающего поколения. Но я думаю, что все молодые участники сегодняшней нашей секции знают о том, что родители любят выкладывать фотографии своих детей, и в этом, кажется, нет ничего особенного. Но есть очень интересные данные по поводу... Во-первых, вы знаете, да, что есть закон, который запрещает выкладывать изображение лица без его согласия. К сожалению, родители очень часто это нарушают. И одно дело, когда родитель просто с гордостью выкладывает, что вот моя звёздочка, да, вот что-то, не знаю, убедила, что-то сделала. А другой момент, когда заведомо выкладываются неудачные снимки. Ну, допустим, там, правят ребёнку зубы, родитель выкладывает это, да, ребёнок дико и так стесняется по поводу того, что есть какой-то дефект, но вот родители это используют как вариант. Опять же, как мы будем понимать, какой-то буллинг, а не просто, ну, скажем так, не очень внимательное поведение родителей. Родитель булли видит реакцию ребёнка. Он видит её и обесценивает. Говорит, это нормально, да, там, это ты так реагируешь, это ты преувеличиваешь, в этом нет ничего особенного. Вот такие четыре формы. Я ещё раз скажу, что есть ещё пятый вариант как сексуальное насилие, да, но вот пока не погрузилась в эту тему, отдельно не выделяю. Что мы должны с вами понять, говоря о родительском буллинге? Родительский буллинг и родительские конфликты, то есть конфликты между родителями вообще явлений. Конфликт обладает позитивными функциями. Конфликт может помочь человеку развиваться. Евгений Владимирович говорил сегодня о работах Василюка. Так вот в работах Василюка конфликт является одним из типов трудных жизненных ситуаций, предъявляя которые, человек расширяет систему своих собственных потенциалов. Буллинг никогда не будет источником развития. И возможность у ребёнка самостоятельно справиться с буллингом точно так же отсутствует. То есть должен появиться некий человек, некий элемент, который вмешаться в эти деструктивные отношения, попытается разорвать эту порочную связь. Почему там порочная связь? Потому что родитель-риктим, выбирающий вариант буллинга как самоутверждение, ему жизненно необходим ребёнок, чтобы доказать свою самооценку, для того, чтобы доказать свою состоятельность, для того, чтобы почувствовать силу на тем объектам, в данном случае ребёнок для него выступает объектом, который ему доступен. То есть родитель может быть полностью не реализован в профессиональной деятельности, он может быть полностью и неуспешен в собственном браке. Но когда он буллит ребёнка, когда он день за днём наносит психическое насилие или физическое, это даёт ему ощущение силы, даёт ему энергию, деструктивную энергию для того, чтобы жить. Дорогие мои, у меня на этом всё. Буду рада ответить на ваши вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова